дела что тут еще пишет база не очень блин буду стараться честно специально для тебя что еще пишут так 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 нет еще такого кс чтобы делать international все правильно таких команд еще нет потому что есть липы и все остальные у нас есть 16 команд которые смогут на интернешнале зажечь вот на интернете было 16 команд тут нужно фактически тоже да да пускай даже на 8 команд будет все равно будет достаточно интересно посмотреть и с такой же уровень покажешь нам ну ладно с людьми пообщаюсь хотел пообщаться блин ну ладно потом пообщаюсь я можешь пообщаться перерывы пока у нас наживы добавок пишут так шпрота моя голомом играть после стрима гоу дота фуфло кс гоу фуфло вместе молодец да кто-то фуфло кс гоу фуфло а вместе молодец вот а за лучший dota 2 руль dandy 123 а а а так что по сути на 1 12 можно поспать ладно забейте ребята думал с вами пообщаться ну ладно фиг с ним все у нас игроку поехали не по против не факультей ставлен не по счет 16 5 и фифлан будет на последнем месте это будет очень забавно всегда в принципе ладно она же сыграны не факультета пока что у нас ноу лайф просит ребят так что можешь пообщаться в принципе со зрителями да и может быть обо мне тоже вспомнят потому что сегодня ты как человек новый на данном на данном на данной разлинации это есть тебе все внимание так что база дай хук ребята в доте дам в кс гоу не дам 5 так что тут капает в кс го так такие вот пуджи постоянно бегали да и если ты промахиваешься всем то просто хукаешь к себе и ножом режешь рока кометь 1 она дача инкредибл он со мной вообще просто не стыкуются ладно окей на последнем будет ксиз да нифига ребят вы че гоните ксиз нормальный чувак блин он будет на предпоследие да но если я инвайз точнее финал так как всегда тезия 14 смотрел фифа тащил может быть может быть у меня параллельно футбол челси семью играют ребят точняк нужно не забыть включить пишет пашка что пашка база база да это я я вчера купил кс го очень рад а мы за тебя рады больше даже в войне чем за то что ты купил я рад что у нас постоянно люди покупают страну кс го играют и очень многое незнакомых и знакомых лиц все больше покупать кс го это не может не радовать ладно у нас первый пистолетный раунд от непов они сейчас за террористов пока что они никуда не спираются правда форест и фифа уже уходят на длинную и сейчас будут уже от этого пристать ребята у нас будут заходить в кишку будет какая-то атака из кишки ну посмотрим фифа уже в трубах посмотри фифа внув пасть подали очень неплохо по отвлекали внимание ребята пист великолепно отыгрывать и три минута делает парень вот это я понимаю вот так вот просто пить понимаешь на просто дает по трусам все где не пони пони нету и он стал просто перед боткой тупо нащеголял пацанам по лицам они в три ствола не могли зажать как вопрос но просто как это человек юспе понимаешь все это человек что на это не если было это по 2000 это немного разные пистолеты странного но это все ну ладно не пыль сейчас будут делать 20 раунд скорее всего если не смогут поставить бомбу конечно идет у них атака на улицу всем скопом там пока что у нас лид пытается с м41 набрить кого-нибудь пока что плохо получается но я думаю очень быстренько он привет 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 первый минус и уже от этого будут ребята тащить но не пыль все равно очень опасные игроки очень скиловые ребята из пистолетов могут даже втроем нашпынять не факультет но навряд ли уже произойдет это потому что остались ребята вдвоем немного не получилось но и да ладно в принципе здесь тут фраг сделал все хорошо пока что стабильно идет к успеху я за него рад но и пить четыре к нулю nice хорошая начнала от не факультет два раунда уже за дефон забрали за дефонс тут надо забирать десятку как минимум я уверен на все сто процентов поэтому будем верить в отношения что что за атаку ребята решили не закупаться там принципе могли галил пак но решили не провоцировать уху фореста какой ствол посмотри нифига себе тут у парня драгон тату набью себе тату на эту и на ту ну смотри что хотят варить то они выход на пленда плевать им абсолютно на то что там дым лежал и просто разбирается очень быстро буквально за три секунды ни пыль есть ни пыль и нет ни по все три ноль не по гости ведут и посмотрим конечно как теперь ни пыль будут отыгрывать за террористов они очень сильно играют у них очень хорошие страты хорошие выходы но похоже не факультет готовы таком поворот событий и просто агрессируют прям перед началом атаки ловит ребят с флешками дымами и ребят не успевать реагировать на это да это будет фаста наверно нет фастов ничего никаких не будет царю здесь за гзистом гзист пошел в будку в будку откидывается не нормально все нормально никуда не пошел простелы хорошо ловит еда здесь фрайберг и фактически рампы уже свободны можно спокойно проходить сейчас еще одна один минут да да спокойно рампы свободны можно проходить вниз что фифларен 0 3 нормально хорошо не отдастся хватит уже про фифларена ты его так сильно не любишь не но он просто немножко такой понимаешь веселый парень ой-ой-ой-ой-ой фифларен убил не дай бог шо ты дал ну пид пид но дался фифларену хорошо с фифларена двоих выходит нет гитрайта не смог здесь забрать так получилось еще не плохо он начал стрейпится то есть фифларен гитрайт кто ты сказал я просто пропустил нет все нормально фифларен да успел просто взять оружие уже переставлять к этому моменту хотя там не факультет могли спокойно заточить дым дефьюз в дым все спокойно но закуп делает не факультет и 3-1 счет пока ничего не потеряно да у не факультет закупились на последний нужно тащить на граунд будет 4-1 проблемы большие будет не пов там в принципе ну как большие проблемы по-любому будет но уже такое не очень приятненько где-то гранаты будет одно не хватать тысяч патронов вот фифларен здесь на улице дым мешает ему просмотра обзора дым сходит ничего такого ну и фрайберг атакует просто посмотри по плану отличный голова шот от фрайберга видно подкачался парень неплохой такой скилл показывает уже второй раунд подряд грена залетает сюда в ангар лир тут дым и все нужно уходить нужно уходить но решил дым здесь пробивать на и позиции сейчас неудачный день и факультет то есть они смотрят улицу они смотрят а но пас по сути то б и рампы свободный можно спокойно не пам ворваться никто не даст отбор абсолютно это мальчик пылся для не факультет они хотя бы должны слушать на про нас конечно море под девяткой и не даст просто пройти ребятам фрайберг уже внизу у него все хорошо здесь каешка прилетает фрайберг уже проходит весь низ залазит в канал и должен кого-то в бочину набривать выходит на план видит одного видит второго никого не убивает это умирает и не факультет разбирать неплохо просто посмотри лир здесь убирающих зиста в спину мы форест дядька форест остается один лес должен здесь забожить как мне кажется но это должен убивать день буквально кусочек ноги его и уже 8 секунд нет они проигрывают этот раунд форест уже тут ничего абсолютно не сделать хотя если сейчас полезет фронт собралась не дурак конечно же но здесь еще забрить бы фореста после окончания раунда но немножко не получилось 4 1 вот тени факультет красавчики ребята просто да выходит ничего не бояться но и как ты говоришь лишь отдали бы планку ничего не получилось здесь просто файберг прошли вы пошли на плента почему то есть фрайберг смотреть на б никого нет да но они боялись там засады на по плане потому что из того метро могут полетать четыре человека наслать просто пащан всем не по поэтому они решили выходить на обоим и они не подождали фрайберга который бы вылез первый из каналов это вопрос невероятно четко инфу по всем игрокам в итоге все вышли фрайберг видел двоих никого не убил и вот он слит и раунд мы вот тупо не подождали все очень быстро вышли и это координации небольшой не хватило 4 1 счет есть бою не пов все у них очень хорошо нужно забирать этот раунд иначе будет 5 1 потом эко и 6 это тоже будет более чем не приятно мы видели что к это достаточно сильная сторона и спокойно камбэк можно ожидать фрайберг выходит на рампы сразу же убивает александр реддля мы посмотрим конечно лид делает размерчик на себя форест и лид отлетают в этом раунде ну и посмотрим куда будут направляться у нас гипы в итоге потому что остались они в большинстве сейчас нартаются на плана сейчас должен приводить три двоих да делает два минуса ричок-то дает есть еще и уходит уходит спокойно девятнадцатого не остается правда сейчас не тратил его наказать за это но без любую абсолютно за это должны выходить за ним ну и дал вот такой вот четкий мув фифларен покажи на все что ты способен вот вот просто дали понять что ты не промах убей просто пронакса у которого 13 хп я в тебе что делать фифлар нюхает здесь двери все нормально спокойно выходит на б-плант и там уже ждут два игрока то я посмотрю на позицию которую заняли ребята здесь пит питу вилфи фларена что делается фарен фарен будет выходить нет не выходит он просто замедленнее бомбу он уже не успеть поставить он хотел бомбу взять быстренько уйти на плен но пули они такие пули знаешь да 51 вот такие вот прикольные расклады сейчас для непов и по бабосикам очень-очень-очень проваленькой сейчас для скандинавов скандинавы тут две команды поэтому шведский состав ниндзас и пизамас ребята пишут на твиче что матч куплен матч куплен они факультет проплатили а станет dragon чтобы спидфайр в конце последнем раунде сделал минус 3 месяц александр минус 5 в итоге да проплатили lgb сейчас выигрывают не поп в итоге да они попали это им на улице кстати могу сказать лир до конца там давил не побоялся пошел мы опенфраг сделал в раунде сразу же фора здесь подходит на патрон пронакса пронак остается здесь в окнах дальше может еще двоих игроков там набривать нужно открыть флешка менять свою позицию больше подкинул но позицию не поменял нужно как-то уходить все знают что он в окнах поэтому будет у контроль там до конца что там здесь смотрел парадки ничего не мог понять поднялся на вверх это был пронакс ну и ребят что здесь мансуются в ангаре не понимают что происходит здесь все вся игра будет от фрайберга фрайберг дает всю информацию главное мы здесь не умереть он здесь как бы с юспом но здесь ставь и фифлар на есть два девайса которые можно использовать что в принципе сейчас пытается здесь нарезать на плэнте а навряд ли у него что-то конечно получится то что пронакс его хорошо них поджимает девятки нет у него брони это большой минус 35 секунд у нас остается до конца и два раунда и в итоге то надо уже куда-то не по-моему ходить они уже остаются в меньшинстве свитфар остается внизу сейчас будет ловить все это дело которое идет кстати говорят идет то она на длинную на б-плэн ну и да отлетает фифлар экзисты гитрайт остается вдвоем я тут думаю что уже тут ничего не поделать надо ставить хотя бы 2м очки точнее аймочку и колокольчик раздались не правит последний вас раз ловят из другой кишки пит и 6 1 не факультете уже ведут большим счетом кстати в кс го то это то что в каналах можно бегать а не пол ползать вот это вот мне очень радует а в кс 1.6 я кстати мало играл я больше сорсеров а там просто на дупле ползешь и все может такое было кстати говоря вначале когда кс го только сделали там была только одна карта для нюк потом ее пофиксили тоже можно было только ползать а в сорт на время можно было спокойно ходить отлично ну что ребята должны как-то мансоваться и что-то показываю я смотрю что 7 раундов подряд никто тоже крышу ни разу не по прострелил но вот что здесь попытался где сделать но не в ту точку для куда надо сейчас опять прошивает опять не туда куда нужно там парень стоит на спаме и чувствую себя очень-очень вальяжный пар должен здесь принимать пацанов риддл делает open frag фрайберг отваливается уже два минуса сделала по минус скажу такую маленькую инфу по этому поводу гитра и смотри-ка в хитмана решил сыграть в ниндзю но реддл его быстренько находит упал почти шкур здесь даст минус или нет мне кажется нет это будет без размена счет 7 на 1 для нефакулти ну и как бы что-то у неплохо в любом случае 7 1 еще не показали потому что эта карта д нюк все равно кт очень сильная сторона но нефакулти действительно показывает хороший нам деф сколько раз не попытались выйти на а плент и просто ложились все в одной точке просто не смогли даже выйти нормально да 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 нюк всегда был карты диффенса поэтому здесь никаких вопросов вообще нет и как будто уже игра сыграна и нефакулти выиграли сыграна тут как бы первая половина нефакулти должны выходить победителями как никуда пускай даже 8-7 их раунд они один возьмут это точно тем более здесь экономические раунты можно поболтать ну а то что касается неплох и может даже хватить 3-4 раунда маешь для того чтобы выиграть раунд уж ты играешь за так 5-4 равна в пистолетку начинается такой движ у мамы нет ну тем более смотри два фрага еще делают а выбивает там девайсы забирают девайсы можно повоевать а в п тем более забрал фору замка форест играется в п может сейчас кабину еще кому-нибудь развали поэтому вот он слышал еще парня да кстати должен сказать еще один момент то что обычно ребята из шведских составов шведские составы да такие как рефьюз нефакулти фнастики они все время вот против непов играют достаточно не то что вот нестабильно да но вот они пока действительно хорошую игру против непов именно и именно шведские составы на фейс и это не против непов играли также до этого турниры были очень часто я видел что финале не просто действительно потели очень сильно чтобы выиграть матч потели они раньше из-за того что не потел фифларен понимаешь вместе с фрайбергом на пару потел get right forest exist вот этого троечка и не знак затесались там два игрока вот этих вот и как до сих пор не набрели вообще понять не могу есть офигенный отличный топовые игроки которые тащит но что там какая стратегия у непов я не знаю поэтому ну как бы это их на иные советы понимаешь но тем временем у нас счет становится 8 1 бомба была установлена как ни странно не пойми успел сделать это парниша ну и по 7 кусков есть до двора очень важно да то есть по экономике они не проседают они достаточно много раундов уже проиграли и поэтому им дает по 3 400 и плюс сейчас еще бомба была поставлена плюс 800 это вообще 4 200 более чем достаточно для закупа за террористов то есть это как минимум калаш броня дым и флешка все можно принципе с этим уже что-то творить и какие-то чудеса кладки и очень мне нравится классная строта есть такая пока вот у нас разменчики на экранах у зрителей фрайберг и фора все-таки набривают двоих умирает при этом тис то есть раскидка на а плент но все ребята идут либо улицу либо рампу вот такая вот хорошая вафлю вы не заметил я ладно 2 2 ситуация про нас 38 знали где находится но там уже позицию давно поменял поэтому вот свои как нагло сейчас будет играть да отлично отыгрывает понимаешь что ситуация 2 2 нужно как-то знать вот играть становится в будке здесь выходки так как раз на план ты понимаешь ты потерял где-то вот это вот самого пронакса пронак сейчас будет выходить и по ходу брить его в спину нет не выходит гитарит уходит вниз вместе с своим мейтом да и спокойно будет ставиться б-плент пронакс будет уходить на рампы вместе с своим мейтом нет пронакс я думаю все-таки будет кишку если все-таки узнают что бомба поставится а редль я думаю не даст просто так поставить все все-таки сбреет 1 но не в ту вниз а и не туда пошел не туда пошел да на длину уходит у нас и не фифларен и гитрайт ну сейчас ребята играть из выгодной позиции должны брать этот ранку что пронакса заходить и убивать в спину да так и есть гитрайт делает но последний риддл остается его должны кстати убивать спокойно пара надается еще получать не тратом все немного но ничего сделать 2 хп 2 хп поделаешь да гитрайт 8 2 становится счет все очень-очень хорошо вам уже тикала бомба напрягала очень сильно и вдобавок еще гитрайт очень хорошо отыграл здесь отстреливал то есть пугал уже как минимум своим появлением что он может сбрить человека который дай фитбом вот смотри ни пы ни пы да это своеобразный за альянс во второй доте они могут где-то проигрывать карту но не проигрывает игру в целом они могут проигрывать это определенный эпизод из игры но они потом выжимают такой нереальный максимум из любых эпизодов что проигрывая например у хороших нас и какие жесткие вообще жесткие фрайберг у нас 24 хп оставил тронаксу я хотел сказать да там они просто могут вытаскивать все что можно они очень часто было и проигрывали но при этом потом тащили просто внули ну и смотри как очень хорошо взлетел вообще шведский уровень киберспорта да там за лайнс сейчас доте просто доминирует крошат не бы сейчас очень сильно крошат в кс го они повыигрывали все что можно наряду с альянс и также в ноле там играют не по очень очень неплохо поэтому ну как бы шведский киберспорт он живет очень вроде как и народу то мало в стране а столько геймеров профессиональных именно ну а что им делать не холодильного дома себя за компами и греется все задействительно почему бы нет осталось только в боте и шедоу компания так но фифлара на 5 у нас спектакль сидит отдыхает 5 5 4 за завязываю что завязывая с этим нет так сильно не любить фифлара на уж нельзя хорош спидфайр здесь борется гитрайт выходит также разменит сразу на спидфайр очень мало остается времени фитры пронок правда очень каленый можно попытаться здесь не вам сейчас затащить не возможно смогут ли они сейчас бомба ставится пункт защищают и я думаю при этом убивает одного но в итоге то все равно лид заканчивая дело своих вместе с проноксом своих мэйтов и в итоге то у нас 9 2 вот теперь набирать оборот а вот красавчики вообще но не будем забывать что не играет тупо за дефонс и за атаку они могут поиграть пистолетку потом стать на базе не знать как выходить вообще на любые точки поэтому тут тут вся всякое может быть и счет пускай даже будет 13 2 но выигранная пистолетка не пами потом за дефонс и все и понеслась марине факультете выиграли две карты до двух противников им осталось выиграть либо сейчас непов либо у них большая проблема в будущем будет уж паха вульс сейчас на коне тоже датский состав но если гейминг это меньшая проблема потому что сейчас они лишились двух игроков двух новых добавили да гипер и не помню второго на память и ребята вот и здесь есть время проиграть всем из-за того что у них такие перестановки бешеным все-таки 5 7 ой 5 golden 5 было сколько лет они все вместе играли и тут на тебя поискову не пошло и ребята решили дисбэнд было время вот у нави тоже кс-го пошли а то решили непонятно не это у на это все хорошо у них наоборот все хорошо пошло последние турниры они отыграли на ура у них начало было конечно да так себе потому что не скилла не было как такового у них была только тактика у них была только сплоченность которая была отработана годами фактически и потом ребята просто уже добили скилл и начали на самом деле очень хорошо себя проявлять несколько раз да нагнули с они память достойно отыгрывали то есть таком духе ладно у нас все равно 23 у нас не факультете пока что большинстве 30 секунд опять же бы плен который раз мы видим что ребята из непов пытаются атаковать именно этот плент уход от фореста в короткую но и непонятно куда у нас шел фифларен фифларен видимо ушел делать минусы мы посмотрим смогут сделать да первый минус пошел пит а там же в кишке да так же фифларен 21 хп он там без исходных отгорания его не пахнут и просто 3 в 2 ребята сливаются из-за того что фифларен просто пришел и наказал ребят что-то я фифларен окнобил гнобил он взял и выстрел а вот за того что ты гнобил вот он начал ну нужно его иногда ругать чтобы он вот просто выходил и давал по трусам нормально найс вообще не вопрос да из гипер из найс и пит то есть там у них три замены получается я видел инфу только по двум видимо кого-то тоже еще выгнали да кстати никита написал интересного швеции есть игрок который постоянно в бейсболке да есть такое дело очень и очень и очень хорошо подмечено кстати видимо такой стал пусту швеции в шапках либо в бейсбол все время я возьму шапку поеду в киев скажу правда причёска немного пополнится ну ладно ну что сливали здесь естественно не факультет не было у них уже денег 9 4 счет и два раунда остается до окончания первой половины не пыскали нормально да почему ты постоянно часто вспоминаешь трусы а потому что они у меня намокли и там дырка у тебя устойчиво сердечки да там сердечки желтые если человек троллинг понимаешь что как бы окей ладно вернемся к игре у нас два раунда до конца первой половины не пы пока что можно сказать выиграли уже первую половину что взяли четыре раунда это больше чем достаточно для них чтобы затащить цк т если они в особенности возьмут первый раунд то это все это будет не факультет не заберут ни одного фактически конечно посмотрим как не факультет отдадут ли или заберут все таки последние два и от этого же будет играть лид великолепно отыгрывает на улице предстоит сразу двумя одного минусует ну и уходит уходит куда подальше фифларен не будет на рожон лезть а у нас тем временем будет выход на флэн б я думаю на рампы уже занимают не пыль и тут уже просто отдают не пакуте не будут они рисковать игроками то что они сейчас большинстве и любой игрок который умрет это будет большая проблема для них ну да но бы план будет выбиваться естественно куда тяжелее чем а и поэтому осталось очень много но смотри что сейчас редель мог сделать но увы увы у него не пошло но и очень далеко сейчас все игроки то есть им надо еще как минимум 10 секунд чтобы дойти до плента и еще дальше надо на добивание то есть добивание игроков но великолепные позиции занимают не пыль вдвоем друг другу на длина и в итоге то у нас все меньше и меньше остается игроков команда не факультете остается один спецпайер но правда очень сильно каленый гитрайт но бомба тикает бомба дайвит и бомба скоро взорвется и это пятый раунд за командой нет ну малыш гитрайт просто дает вот и все на из без вопроса вообще отлично отыграет не пыль 5 раундов им хватит даже если будет 10 5 за дефон чтобы потом потащить но девять шесть мне кажется эти сара на лучше всего счет то есть 10 9 у других 10 12 7 10 9 и 10 4 на 12 как он все действие кто это можешь но здесь нам показал великолепные прострелы то есть он уже как минимум полезен то есть него 4 ассиста он дает инфу раскидки то есть равно каждый игрок не поп полезен в той или иной мере понимаешь если бы хотя бы один игрок был бы бесполезен то они бы ничего бы не выигрывали и всегда вы были где-то на дне во второй лиге гондураса вот и все нет все правильно конечно ну что то тут тут просто адмирал кунка кораблей по поводу да да максим с ближнего расстояния ваншоты это конечно бесподобное зрелище смотри 53 у ордала нет хп в принципе но он может отыграть очень очень неплохо на информацию форы здесь выходит очень аккуратно на крышу будет спускаться вниз интересно кто там есть на пятаке никого там нету никто еще туда не заходил и гитрайт вместе с фифлареном идут вниз проходит по туннелю по метро никого здесь не видит видит что решетки разбиты поэтому может кто-то оттуда прийти очень смотри битта у нас каким оружием на пленте б то есть он сейчас будет ловить их если они конечно пойдут на плент б но в который тоже ваншоты с ближнего расстояния фактически услышал слышал слышал и сейчас просто пойдут минус а вот он милиции файра посыпается смотри главное попасть ну-ка заряжай про форо остается один я думаю тут он нужен больше не делать отдается спидфайру на третий килл а половина гх вообще good house ребят показали все на что способны видим да то что грозные не пы как бы они вот вот 10 5 но они играют за террористов поэтому не будем забывать что такие вот дела ну за террористов 5 раундов окей хватит вообще без вопросов главное сейчас взять пистолетку если берут пистолетку игроки команды не факультет то это уже другой разговор там будет тащить не пам с каждым раундом все сложнее и сложнее но если берут вы то нормально капаточку ну вот просто в чатике у нас пошло про вп про то что гзис да капитан команды непов и он команды в г виртуз геймс господи экзистенс он очень плохо начинал свою карьеру в кс го именно да в сорсе он нагибал по жесть то есть сорсерская команда носит последнее время он действительно набирает обороты и парень тащит так что не надо говорить про экзистенса он также давал интервью что действительно ребята начали по его мнению намного лучше играть но у нас пока что маленький перерывчик можно вообще представить что можно сделать первом раунде на пистолетке ты бы что сделать я была команда по кс гоу первом пистолетном раунде за террористов на нюке так база 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 прием база отошел просто микрофон поднял не такой супер микрофон вот ну дым на улицу один троем в метро большое вдвоем с фулл набором гранат разводишь опланты несешься на b вот такие в щипцы зажимать просто если прокатить не знаю нужно смотреть по ситуации по разменам по минусам вдруг там вообще раш пойдет от контров на квадрат тысячи вариантов поэтому ничего толком не скажешь что ставишь 16 14 не пывин ну ладно окей ангел мяско кстати пока у нас маленький перерывчик тоже расскажу маленькую историю с пх вольф против если гейминг в групповом этапе рейдкл эмс ван играли и это была великолепная игра потому что ребята реально потащили очень жестко если гейминг выигрывали на нюке со счетом 14 6 насколько я помню просто догадайся догадайся это очень легко что случилось в итоге с пх вольф проигрывали 6 14 пик пик камбэк пик камбэк шла 14 если гейминг проиграли 10 раунд подряд но у нас выход тем временем неплохо сейчас выходит на фланта хороший минус от фронакса спитфайра лидо хорошие размены но фронакс мало хп очень сильно спитфайр ему сейчас помогает гонять двое на девятке бомба бомба лежит надо бомбу забирать спитфайр и сейчас нет раскидок у Нипов и соответственно можно принципе ставить бомбу вниз чтобы в третьем раунде второй половины делать закуп спитфайр да безусловно ставят бомбу еще бы сейчас затащили вообще великолепно было бы и не факультет могут спокойно потащить проехать Нипов ну и смотрим как он будет сейчас два с патронов то у него есть но не знает где китрай китрай десантируется вниз и просто минус ты это же первый раунд за командой Нип но в третьем раунде вторая половина у них все равно будет закупной у команды не факульт конечно же а я бы закупил сейчас если честно потому что вот смотри бомба стояла можно сыграть кемов нету смотри ну реально послали без брони сыграть но это навряд ли то есть это очень рискованный шаг это очень рискованный шаг нет ну это понимаешь даже если у них будут калаши галил они все равно фактически пушечное мясо для фанганов потому что они без брони если они все-таки возьмут брони то нет ну чё два дропа две брони три брони и вперед насиловать ну ладно окей дело такое ребята не захотели быстрый выход на план граната съедает всех сейчас бомбу еще одну надо было поставить ребят понимали и просто не успели спуститься вниз чтобы уже под шумок пока разбирают всех остальных игроков поставить бомбу на плен б как получилось бывает прокатывает бывает не проката да да безусловно то есть тут хорошо приняли не пы сейчас не дали никаких шансов и в итоге у нас закуски не факультете раунд посмотрим как они отыграют на пяти калашах и полное боезапасе всяких интересных штучек типа дымов флешек и грен кстати говоря сейчас уменьшили стоимость молотова и непонятно мне почему все таки так мало человек закупает великолепную вещь просто от него можно спокойно отойти и там он нанесет до 10 урона поэтому знаешь нави ну пока у нас тоже опять слов раунд от команды не факульт которые ожидают какого-то минуса нави не помню точно зевс или старик состав вроде зевс остался последний против двоих как раз таки против непов вроде как и он на бы пленте поставил бомбу на мираже и защитился только одним молотом он кинул на плент под бомбу и все оба сгорел русским русское помогло вот вот весь вопрос почему скандинавы не пони пони не покупают потому что ну это не их место ну что ребята тут слепые просто менталка выходил здесь у нас гзист получилось только разменяться в итоге большинстве у нас сейчас не факультет можно забирать травм фифларен посмотри ну фифларен топит пацана и не может его убить как потому что он стреляется у него вижена там меньше намного чем у против парень стоял с флешкой в руках ну ладно не в этом суть откидывается лир трое хорошая игра от подбулки прилетает в итоге побеждают непыль вдвоем остаются и что по деньгам по деньгам деньги есть надо брать нужно брать не факулки я опять то что я не знаю у тебя понимание экономики есть вот нет нет они не могут закупиться в них нет брони они пущеное мясо будут гигал броня в особенности где надо выходить под пули врага под грены врага потому что тут обчитается все абсолютно читается все все выходы безусловно и без флешек дымов тут очень трудно выйти соответственно если они купят галилы им либо не хватит на броню либо на флешки с дымами и все будет вообще плохо и лучше конечно слиться потому что они еще выигрывают то есть отдавать на такие раунды бессмысленно абсолютно не знаю как помню можно было бы рискнуть ну ладно фигня такое дело поэтому ладно проехать там уже понимаешь в твиче просто тоже возмущается зрители уберите дотти раз мига они просто не играли в соревновательные 1 на 6 когда пацаны просто проигрывают 1 на 6 и кс гостом разные игры абсолютно плевать плевать но дегл броня как старые добрые времена все на паблике делают погнали вообще класс но паблик это одно смотри в крови остался след все как это просто клеймо на всю жизнь понимаешь 1 и 6 forever все ладно все забили проехали смотрим кс го 10 9 счет не бы покажет на морозе но все идет к тому что они будут сравнивать и выходить вперед мне кажется что 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 ну то что не пущусь просто вы их вперед заберут раунд я думаю это будет 16 11 не факт каким-то образом все-таки заберут один раунд против в дефонса не пов но в итоге то все равно не пы покарают их на программе тут просто по истории они вы все время выигрывают и они не должны сейчас проиграть не факт у нее такая уж сильная команда чтобы она проиграла выиграла не пов но все всякое может быть потому что шведские составы оба обе команды но все равно уровень не факт у игре именно по индивидуальной может быть да одинаково но вот именно по каким-то странам определенных какой-то процент занимание плента занимание другое абсолютно игра и надо просто к этому привыкнуть и как-то уже контратаковать контр-страт какие-то проводить и из подри неплохо не факуте выходили здесь на бэну фрайберг сел зажал скилл показал как говорится 3 в 3 ситуация очень мало времени пида ловят все-таки гзиста фрайберг очень сильно каленый и вся надежность сейчас пара набежал и уже слышать пит пит жить прикрывает волнах великолепно и вот он один сторона для них агуда которым я говорил возможно все-таки не факт потащит молодцы нету не факультете они как бы до деньги есть лишь у тех у других поэтому что курант будет на верочку только кто забирает раунд вот принципе отрывается по деньгам ну очень очень плотно одинаково абсолютно то есть либо те либо другие выигрывают проигрывают есть проигрывают им дают 1400 но если кто-то вытаскивает раунд один в один там опять начинается такой тэнс дэнс мандаринки по дороге каждый танк ну и факультет в который раз показывает что ну нет у них каких-то определенных страт то есть они играют именно медленно и уже по ситуации смотрят они могли бы спокойно выйти на плане подождать чуть-чуть да выйти на пмб через рампы через улицу они просто делают сначала минусы гитрайт просто ловит двоих которые ребята зашли посмотреть кто же там есть в ангаре а в ангаре то гитрайт спрятался за бочками и просто надавал двоим люлей по полной программе спи-файр-рэдель остается вдвоем и против непов то я думаю тут уже надо сейвить как минимум то самое то самое чувство когда не факультете не что делать против непов на нюкки это да это ты стоишь просто залипаешь в эту дверь думаешь блин блин как они сами умрут или не умрут что делать и как бы бежать пушным мясом там на рампы на план тоже не варианта что вас расстреляют и что делать вообще не понимаешь играть это open фрага все никаких вопросов нет чертки просто метод ролик начинает пишут закупай педофиля я порадовал этот кабинет во всех троих закупать педофиля ребят л плохая лига боже тяжелый наркование ладно один здесь не факультет пока что еще впереди но дело но это нет парня я делаю спал пашет керосином виноват не пыль сейчас по полной программе я если дай я тебя запомню спокойствие в мире написал по поводу закупа в книге нет праздник на резину уже пишут как фантазии вообще убедить шина ела такое я согласен тут с трэйлвелл ну и выход у нас фастовый, хорошенький такой на мясо мясо завезли в торговую лавку и все просто одни головошоты там на вылет пробивает кого то нормально вот 11-11 все очень и очень хорошо для непов по деньгам и все очень и очень плохо для нефакул потому что если они сейчас сливают раунд им нечего вообще брать и начинается такой дикий дикий лаврат как парень и так как всегда у нас 21 фраг как бы больше всех мвп своей команды кто бы не ожидал такого от него я не верю от гзист такого что происходит нет а вы с на росте все хорошо они при сравнении счет уже и сейчас потащим то есть неважно гзист убивает не убивает он главное стратегии да говорит туда идти делает обоскидочки и так далее там вводом все от него больше фактически в этом матче сейчас ничего не требуется потому что остальные мэйты достаточно неплохо убивают нефаку как далеко лирк забрался здесь на улице ну как он не убил а ну и знаете последний продакт все вот и зажигалочка под ноги прилетела посмотри билда твоя любимая ну 12 я спокоен все таки я спокоен все не пы сделали мой день все я молчу вообще зажигалочка есть можно жить дальше но на самом деле еще не хватало бы плетки сегодня но плетка была против файл джейбер насколько я помню в третьем раунде взял плетку но увы не реализовал ее по полной программе если не знаешь плетка это вот скорострел скорострельная снайперка и она закрыты она очень точно у нее очень много патронов она очень мощная это такое оружие которое хочется смотреть все чаще и чаще чувак у тебя микрофон то громче то тише у меня сейчас башка развалится просто хорошо мы здесь пушное мясо 5 на улице собирают город известный не факультет должны были делать два сливных раунда потому что они взяли и теперь уже тысячи тысяча тысяча девятьсот можно теперь закупил смотри ка а в п есть у лида и то есть это намек на то что будет опять же в который раз у нас слоу раунд или попытается сделать какой-то минус я думаю он пойдет все таки нам если пока сейчас не берут то все это как бы кгвп и можно отправляться на покой чтобы быть дальше вообще никто не знает ладно спирт побежал на бэч так это вы как пытается мутить гитрайт посмотрел так посмотрел никого не убьют выходит сразу твоих хочу гитрайт они забрали вы улыбнул еще ой маза пакал уже с в этом который раз в ответственный момент да когда вашего проигрывать начинаю нормально 4 4 ситуация можно побороться знать еще один игрок на улице там видели в окнах одного вы можно пытаться пробивать по план кстати какими-то силами пронок сюда подтянулся также есть спидфайр и риддл можно втроем выходить на одного фрайберга зная фрайберга там он больше одного никак не примет но это как бы такое у него заядло но может раздуплиться и на бред здесь троих ну все покатили флешка гол чё ребят ждем дуплимс там ждем когда дым исчезнет ждем когда просто фрайберг всю контору прочекает и убьется дым положили зажигалку кинулся до фрайберга и всех вот и все блин чё стоим ждем вообще не знаю ждем пока кто-то в спину обойдет кто в спину там уже идёт я посылал форест здесь близко на хелпе гитрайт заходит здесь перестройку никого не увидел будки дает инфу то что все ребятам очень-очень глубоко фрайберга в лицо прилетает флешинг там всех топил топил последний риддл остается и детская забава потому что остается слишком мало времени рэзли остается последний 1 2 и тут только убивать фактически а что они стояли ждали мне просто одно интересует как-то непонятно дым потом зажигалка то есть ребята из непов прочитали все и вообще все замечательно произошло будет уходить на планета ну конечно 8 секунд уже все равно не успевал да еще и гитрайт его подсёк очень хорошо и не в итоге 14 11 уже а кстати говоря помнишь о чем я говорил какой счет будет да какой такой пока что все к тому идет на последний факультет не факультет и просто жизнь говно вот они говорят жизнь говно давай закупаться на последние деньги все да 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 пытаются все-таки это тащить какой-нибудь на последних издыханиях так сказать хорошая гренка в спитфайра но и посмотрим конечно как будет отыгрывать сейчас не факультет все белым белого гитрайт ловит лида но и в итоге это редли спитфайр очень сильно каленые все равно убивают гитрайта и можно от этого уже минусы пристать команды умер все можно ребятам тащить можно попытаться двенадцатый раунд и тащите уже как-то хвост матча правда у него все по экономике вообще замечательно и каждый минус не попу не факультет очень сильно ударит по экономике соответственно уже будет очень новый закупной какой головошот форесту как упал сейчас просто спитфар здесь вообще ничего не понял увидел перед собой такое тело падающий такой фраг голов головошот был сейчас фореста вообще не реальный просто такой я и все и ушел чувак просто перевод прицел спорит а может никого нет указать что я тоже не понял как он так убил но он просто чекал даст райфон просто он увидел вот дал патроны ушел и красный патрон прилетел просто между зубов но там как бы не цирковой парень там ну патрон может словить руками подходит тайминг когда надо уже выходить 30 секунд и в принципе удачно удачно ребята дымится девятка и спокойно рэдли может сейчас вот здесь отлетать ребятам привет пятнадцать одиннадцать ггвп скорее всего сейчас будет потому что нету никаких денег но кстати непонятно то есть инфа по девятке была дым положили но не ожидали видимо что форест просто выйдет из дыма и надает вот это тоже непонятно немного не факт вот здесь немного не продумали рэдли смотрел абсолютно не в ту сторону понятное дело прикрывал бомбу но в итоге то у нас форест вышел дым просто навалял двоем и в итоге это 15 за 11 все очень плохо длине факультете у них сейчас в полузаку полуслив то есть по максимуму ребят скупилить на да по пасту попытаться может быть все таки выгорит и раз у нас с того не получается надо попытаться последний раунд хотя бы возможно отыграть достойно выходом наверх и в итоге 16-11 как я и говорил ребята взяли во второй половине все таки каким-то чудом один раунд и показать все то на что они способны вот вот и все ладно отличная игра супер вообще никаких вопросов ребят подписывайтесь на канал